Девчонки, всем привет! Я вам записываю свой рекрутинг. У меня остается буквально полчаса. Посмотрим, сколько я успею звонков разместить, точнее, совершить за это время. Останавливать не буду, чтобы четко было видно, сколько. Я уже готова, у меня скрипт под рукой, тетрадка с телефонами под рукой. Я просто начинаю делать звонки. Листочек, куда я все пишу, тоже под рукой. Тетрадку пока не нашла. Наверное, если не найду за эту неделю, новую заведу. Звучит музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А вообще каталоги встречаются вам? Смотрите? Ну, как-то ваше распространение в один раз дали. Ну да, по одному разу сложно впечатление составить о каталоге. Это я с вами согласна. Я могу вам прислать электронную версию, раз я вам уже позвонила. Посмотрите. Нет, спасибо. Угу, ясно. Хорошо, спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Детёк апризничает. Ну и ладно. Алло, Ася. Добрый день. Это Галина Логинова. Я звоню вам из компании Reflame по достаточно неординарному вопросу. Можете говорить пару минут? Да, я уже. Ага, замечательно. А, дело в том, что у нас ваш номер в базе телефона обозначился, и вам открылась дисконтная карта сейчас с скидкой 20%. Я позвонила у вас уточнить, вам будет актуально её использование для экономии от каталожных цен минус 20%. Нет, 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 нет. Ага, поняла. А так каталоги вообще встречаются вам Reflame? Смотрите? О, мне говорю, я не смотрела. Ага, не попадаются? Да не попадаются, я в другой конструктор, в другой косметик. Угу, понятно. А что используете, не расслышала? Другой марки. Я показала, что вы марку сказали. Ясно. Ну, смотрите, могу вам каталог для ознакомления выслать, если есть вы где-то в WhatsApp или Viber. Посмотрите. Нет, нет, Варим, девушка. Ага, ясно. Ну, это на второй у меня к вам вопросик, ещё коротенький. У нас второе направление сейчас открылось. Это сеть магазинов по России и СНГ. Мы её сейчас развиваем, расширяемся и ведём набор менеджеров на удалённую работу. Доход от 5 тысяч и занятость от 2 часов в день. Может быть, вам или вашим знакомым актуален доход? Ну, для этого нужно интернет, а у меня нет его. Ну, не обязательно, можно по телефону, как я с вами сейчас разговариваю. Ой, я не знаю. По крайней мере, муж работает, я как-то. Ну, как же свои деньги всегда ж нужны. Тем более, когда муж работает. Да, и у меня тоже есть. Ага. А откуда, если вы не работаете? А, а быть женой, это тоже работа своего рода. Ах, вон оно что, понятно. Ну, счастливый вы человек. Спасибо. Ладно, хорошо, всего вам доброго. До свидания. До свидания. О, как слышали. Быть женой, это тоже работа. Бибигуль. Алло. Алло, Бибигуль. Да. Добрый день. Здрасте. Это Галина Логинова. Я звоню вам из компании Reflame по достаточно неординарному вопросу. Можете говорить пару минут? Да. Угу, замечательно. Бибигуль, дело в том, что у нас ваш номер значится в базе телефонной, и вам открылась дисконтная карта со скидкой 20%. Звоню вас уточнить, вам будет актуально ее использование для экономии семейного бюджета. От каталожных цен, даже скидочных, минус 20% у вас будет. А что мне нужно? Она оформляется по телефону. Мне нужны только ваши фамилии, отчества. А мне просто нужно оформиться, что ли? Да, фамилия, отчество и дата рождения мне больше не знаю. А что, вы хотите просто заказывать? Да? Хотите просто заказывать, не оформляясь? Ну, я не знаю даже. Вообще я не пользуюсь своей продукцией, поэтому... Ну, наверное, каталоги просто не попадаются. Там сейчас очень хорошее предложение. Ну, давайте так поступим. Я вам каталог могу прислать. Вебконтакте есть? Ну, каталог у меня на работе есть, занимаюсь, я могу посмотреть, с кем я работаю. Она, по-моему, занимается Арифлэйм. Понятно. Ну, вот смотрите. Каталог, по-моему, лежит у нас даже на работе. Да вы что? Давай, я завтра посмотрю, и перезвоню я на сходу работаю. Давайте, договорились, хорошо. Ну, запишите мой номер, меня Галина зовут. Можете Арифлэйм пометить, чтобы не перепутать ни с кем. Хорошо. Давайте, да, до свидания. Давайте я где-то работе, к слову, я вам перезвоню. Это вот как пометить? Минус или плюс? Минус с вопросом. Тадам, тадам. Алло, Валентина? Да. Добрый день. Здравствуйте. Это Галина Логинова. Я звоню вам из компании Арифлэйм по достаточно неординарному вопросу. Можете говорить пару минут? Нет, спасибо, меня не пишут. Ага, я просто хотела уточнить вам, тут карта дисконтная открылась. Ну, такие тоже должны быть. Минус. Зато мне сегодня, благодаря тому, что я делаю исходящий поток, позвонила моя спящая консультантка с прозвонки, телефонной вот такой. Только я звонила 3 месяца назад, в апреле. Вот. И она мне, она тогда сделала заказ, и больше ничего не делала. Что-то ей там некогда было или еще что-то. А сегодня она мне позвонила, такая соскучившаяся. Прям с самого утра, время полдесятого, наверное, было. Говорит, Галин, привет, а можно я через тебя заказ делаю? А то у меня интернета нет, я так хочу заказать. Вот, так что такие моменты понимаешь, что, блин, не зря ты вчера там терминажкам звонил, этим кандидатам звонил, с группой работал, потому что исходящий поток дает входящий. Вот входящий поток у меня сегодня случился с самого утра на заказ. И это заказ не один, между прочим. Сегодня только утро, так что день длинный, еще кому-нибудь позвоним. Заказы будут обязательно. Да. Алло, Валентина. Да. Добрый день. Добрый. Это Галина Логинова. Я звоню вам из компании Reflame по достаточно неординарному вопросу. Можете говорить пару минут? Я не буду ни заниматься, ни приобретать у вас. Все, добрый, до свидания. Хорошо, до свидания. Какие четкие Валентины сегодня. Я буду. Я буду. Где буду? После таких не буду. Слава богу, Валентины кончились, теперь Валерия будет. Алло, Валерия. Добрый день. Это Галина Логинова. Я звоню вам из компании Reflame по достаточно неординарному вопросу. Можете говорить пару минут? Хорошо, замечательно. Валерия, дело в том, что у нас ваш номер в телефонной базе обозначился. И вам открылась дисконтная карта Reflame со скидкой 20%. Я звоню уточнить, насколько вам актуально будет использование такой карты для экономии. То есть от каталожных цен будет или не спать. А каталоги встречаются вам вообще? Смотрите? Ну, я не пользуюсь. Я же понимаю, в принципе. Понятно. А по каким соображениям, если не секрет? Мне не нравится. Ух ты. Это вы успели уже полторы тысячи наименований попробовать, чтобы сложить такое мнение? Ну, это я поняла. Хорошо, всего доброго. До свидания. Да, до свидания. Потому что они утром спят, что ли, я не пойму. Ох, Таня утром телефон взяла у продавца и каталог оставила. Молодец. А ты через сколько потом, Тань, каталоги забираешь у продавцов? Ты с ними договариваешься? Забрать каталог. Мне интересно. А то я тоже у продавца оставила. Алло. Алло, Виктория. Да. Добрый день. Это Галина Логинова. Я звоню вам из компании Reflame по достаточно неординарному вопросу. Можете говорить пару минут? Да. Угу, замечательно. Виктория, дело в том, что у нас ваш номер в телефонной базе обозначился, и вам открылась дисконтная карта со скидкой 20%. Я звоню уточнить у вас, насколько вам актуально будет использование такой карты для вас и вашей семьи. Да, нет, не актуально. Да так-то не за что. Каталоги встречаются? Вам смотрите? Reflame. Да. Каталоги встречаются? Вам смотрите? Ну, в основном нет. Угу, понятно. Могу вам выслать электронный вариант, чтобы вы ознакомились с нашим ассортиментом? Да, спасибо. Угу, ясно. Благодарю вас. Всего доброго. До свидания. До свидания. У меня какое минусовое утро-то, я не пойму. Где мои плюсы? Алло. Алло, Виктория. Да. Добрый день. Здравствуйте. Это Галина Логинова. Я звоню вам из компании Reflame по достаточно неординарному вопросу. Можете говорить пару минут? Ну, немножко, да. Да, ну я прям быстренько. У нас просто ваш номер в базе телефонной обозначился, и вам открылась карта дисконтная со скидкой 20%. Я позвонила уточнить, вам будет актуально ее использование? Вы знаете, я сейчас ничего собирать не буду. Дочь у меня тоже сейчас что-то не хочет собирать. Да, у меня раньше как бы занималась этим. А я сижу дома, по большому счету, я не знаю, не знаю, не знаю. Ну так можно же для себя пользоваться, я же вам не говорю собирать заказ. Я для себя столько набрала, девочки вообще не крашу. Ничего. А я, мне, ну вот косметика вообще, я перестала крашить, у меня татуаж, и я доходу. Поэтому, вот, вот, наше не ехал. Мне интересно. Ну почему? Вообще же гель для душа, шампунь уж все равно берете. Гели для душа, зубные пасты, шампунь, что ж косметика? Вы же этим пользуетесь все равно. А я понимаю, что совместная покупка у меня. Ага. Где, да, все есть, и приобретают. А что у вас за покупки, Вик? Совместные покупки у меня хозра и бытовая профессиональная, скажем так, у меня. Ух ты. Ариэль, вот, который не продается в магазинах. А это вот, а это настоящий вот Ариэль, который хорошо все отстирывает, да? Да, которого нужно, у меня тут два вида этого Ариэля. Одного нужно 15 грамм на килограмм порошка. Второго ему нужно 4-8 грамм на килограмм, ой, не порошка, а белья. Угу, ух ты, здорово. Ариэль, Аппы и Ариэль, поэто. Этот, который за границей продается, а к нам его не привозят, да, этот Ариэль? Ну, он же за границей, я не знаю, по крайней мере, в магазинах его не продается. А вот там, где я закупаю, его покупают в основном прачечные. То есть уже нужно, чтобы это стоило не так дорого и объемы небольшие были. Угу, угу. Вот, ну и вот я занимаюсь прачечной. Ух ты, как это я удачно на вас напала. Угу, у меня как раз порошок кончился. А вы, пожалуйста, хотите присоединять их к моей группе? Хочу, конечно. Угу, как раз набор на порошок идет, я в Вайбере веду, и его буду отсылать только вот после отпуска в августе. А, ну как раз, как раз мне было бурдом. Если хотите, я сейчас вот по этому телефону могу вас в группу добавить. Ну я вам другой телефон тогда пришлю или напишу вам. У меня просто на МТСе в Вайбере, я вам с мегафона набрала. А, ну, брать бог, да, присылательная, я могу у вас в этой группе. А по поводу этого, вы знаете, просто, честно, я начинала, да, распространять мне действительно негде. Угу. Я говорю, я с маленьким ребенком нахожусь, потому что мои закупки, ну, некогда мне. Угу. Как тебе так? Неинтересно для таких компаний, наверное. Ну, знаете, как раз-таки в декрете многие мамы начинают бизнес в Арифлей. Может, вы просто про него не слышали? Это не продажи, это немножко другое, это тоже организация? Нет, я знаю, я начинала несколько раз, честно начинала. Я прямо с таким, знаете, энтузиазмом занималась этим. Угу. Угу. При маме я очень мало послевания, говорю, я вообще, я не знаю, что я пользуюсь. По супер-супер-дереким праздникам туш, которые мне надо, по-моему, не знаю, раз-два, да-два, вот. Угу. 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 А так я татуаж сделала, я поняла, честно. Ну, это я, да, слышу. Угу. Не страшно было татуаж делать, Вика? Угу. Вы знаете, я первый раз делала подводку себе. И губы. Губы мне тогда не совсем понравились, сейчас вот, ну вот я сделала, они еще, конечно, немножко ярковатые пока, но они чуть-чуть отойдут. Мне очень нравится, никто не верит, что это татуаж. Я думаю, что я накрашиваю, что я тут рассталась. Раскрашаются, тени на мне есть. Ага, даже тени? Обалдеть. Не слышала, что тени татуажем делают, я знаю, что подводки. Знаете, как получается, они такие как белые, как с перламутром, что ли, немножко. Такие открывающие, вроде, взгляд, получается, белые тени, а не все, значит, что они делают. Да, но это основано для любых других теней, белые. Да, да, то есть если да, мне нужно что-то, я накрасила это, пожалуйста. Но я настолько это, меня муж приучил, ты такая красивая и достаточная, и хорошая не надо. Для себя надо, не для мужа, для себя. Нет, вот именно я для себя не хочу. Я вот крашусь, когда для других получается. Ну то есть вот если свадьба, вот у меня вот дочери свадьба была средней, ну вот тогда да, она красилась. Ну это какие-то супер-супер великие праздники. Вот именно что для себя я не хочу крашиться. Мне потом вот, у меня не хватает времени, у меня шесть детей. Сколько? Шесть. Вот это. Мне просто физически вот не хватает времени, мне очень жалко. Все время там смывалась, вот все. Вижу, что-то кожа так это, надо подмазать. Вот подмазала прямо у меня. Ага. Такая женивая. Природа наградила. Спасибо нормальной кожей. И как-то так не сильно занимаюсь. Вы меня заинтриговали, мне прям хочется на вашу фотографию быстрее посмотреть. Ну, не знаю, ну да, повезло, да. Немножко, наверное, повезло в этом отношении. Ну видимо, видимо. Мне вот в Саше дочери 24 года, вот 25-20 декабря. Младшему сыну год 37. Ого. Так что, да. И сколько разницы между детками? А? А разница сколько между детками? Да, ну вот получается 24, потом, ну вот если сейчас полных лет говорить, потому что у нас дальше идет в сентябре, в сентябре, в декабре, день рождения. Вот если полные, 24 дочери старше, потом вот дочь вышла вам уже 18. Угу. А сыну 10, сыну 8, дочери 4, и вот сыну год и 7. В общем, богатейшая мама. Вот. За седьмым хоть не собираетесь? Нет, нет, все, я устала. Хватит. У меня уже не хватает меня. Мне 43 года, иногда хочется подумать о том, что когда-нибудь наступит тот момент, когда я чуть-чуть для себя поживу. Ну да, конечно. Внуки будут. Внуки будут у детей. Внуки будут у детей, пусть дети ими и занимаются. Ну все равно будут давать, правильно? Ну это естественно, да. Я, наверное, из этого состояния, как молодая мама, наверное, никогда не уйду. Ну вы себя обеспечили, конечно, да. Трудовой стаж на очень долгое время. Да, мне на работе, наверное, ну придется уволиться мне. Я пока в декрете не смогу, потому что надо за детьми смотреть. Время сейчас жестокое. Это я согласна. Мне кажется, что не выпадет, если что-то случится, да, никакими деньгами ты не справишь, если что-то с ребенком случится. Надо знать всегда отчет, берем как он. Я не тотальный контроль веду, но... В курсе быть надо. В курсе быть надо, да, всего. Да, обязательно, обязательно. Мальчишки, тем более, сейчас такое... Пошелое время, ужасное. Дети злые, дети жестокие. Угу. А у меня, ну по крайней мере, сын, так скажем, очень добрый, старший. Младший, это еще какие-то эти, вот, и средние, вернее. Ты зачем это с ним? Да. Да. Вот, и он верит всему и всем. Угу. Вот, надо вот, чтобы... Чтобы не поверил плохим людям. Ну да, да. Ну это надо... А у них с утра занятость получается. Стараюсь их... У нас вся неделя обычно с сентября по мае расписано каждый день. Они у меня на занятиях уходят. Угу. Разные. Это вообще здорово. Будем у вас консультироваться, как у профессиональной мамы. Пожалуйста. Как занять детей. Если мои советы черта помогут, я не говорю, что я правильно делаю. Почему бы и да? Ну, я думаю, что с таким опытом все равно можно делать, знаете, правильно, но не верно, и верно, но не правильно. Пусть у вас будет самый лучший вариант из этих двух. Угу. Да. Ну, нет, я стараюсь, конечно. Стараюсь именно по этой. Угу. Угу. Я, получается, разная, наверное, мама получаюсь. Угу. Сейчас вот на старших, наверное, раз учусь как-то, со старшими детьми быть. Угу. Угу. С младшими уже, в принципе, знаю, что такое вроде младшие дети. Но время другое тоже пристраиваешься. Угу. 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 Ну, знаете, школа тоже всему не учит. Я вот много книг сейчас по саморазвитию читаю. А вот почему бы в школе вот эти вещи детям не давать? О том, как финансами своими распоряжаться, о том, как вообще себя развивать и как в себя вкладывать, а не в эти всякие синусы, косинусы. У нас детей забивают голову непонятно чем и непонятно зачем. Угу. Угу. У меня это всегда было непонятно. Говорят, для училища я не считаю себя не дурой, ничего. У меня красный диплом. Угу. 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 все вообще всегда возникает, я всегда рада ответить. Ну, я так чувствую, что вы очень любите поговорить. Ладно, хорошо, спасибо, спасибо, Вик, большое. Приятно познакомиться, да, до свидания. До свидания. Кто ставил цель вчера в новую группу по совместным покупкам зайти? Я. Обалдеть. Я в шоке. Вечный декрет. Непросыхающий. Очень интересная женщина. Заметьте, про Wellness она слышала, что я ей пришлю, конечно же, картинку Wellness. Не остается. А, вот я полчаса, кстати, девчонки, вот этот звонок у меня длился сколько? Тринадцать минут. Это был восьмой мой звонок. Двадцать семь минус тринадцать. Сейчас посчитаем. Алло. Алло, да, мне еще звонили. Да, Галина, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня тоже Галина зовут, фамилия у меня Логинова. Я вам звонила из компании Арифлэйн по такому неординарному вопросу. Прям можете пару минуток говорить? Ну, могу, но, как бы, Арифлэйн меня не интересует, потому что у меня аллергия. Какой? На все аллергия? Ну, да, я брала, уже пробовала, у меня она никак не работает. Угу. Ну, видите, вы у нас в базе обозначились, а мы сейчас ведем опрос по дисконтным картам. Вам она открылась? Можете кому-то передать право пользования своей карты дисконтной. Там 20% скидка дается от каталожной цены. Ну, я не говорю, нет, спасибо большое. Ага. А вы аллергия, скажите, пожалуйста, на какую группу продуктов я в компанию запишу? Ну, карандаши для глаз. Так, карандаши для глаз. А серию помните какая? Нет, сейчас я не знаю, давно уже брала, поэтому... Ой, так может их уже и нету в нашем каталоге? Сейчас же очень многое поменялось. В принципе, могу вам бросить каталог, посмотрите. Если узнаете карандашик, буду рада, если скажете. Ну, да, нет, спасибо большое. Ага, хорошо, вам спасибо, всего доброго, до свидания. Так, 29 минус 13, возвращаемся, да, это 15, 16 минут. 16 минут, в принципе, это 8 звонков, один звонок на 13 минут, но это прям практически я у нее выяснила все, да. Есть две дочки старшие, которым можно предложить Арифлейм, но еще и, кстати, полезные порошки, почему бы, да. Слышала про Арифлейм, кстати, вроде бы хороший порошок. Да, я думала, что мне моих телефонов не хватит на сегодняшнюю прозвонку. Я ее заканчиваю, у меня осталось одно свободное окошечко. Десятое. И два телефона, выписанных из группы. Сейчас попробуем. Так, тезка моя мне не ответила. Так, тезка моя мне не хватит на сегодняшнюю прозвонку. Видите, нельзя в негативной установке опускать два телефона, и ни одна не ответила. Ну, у меня... О, пожалуйста. Правильно мыслишь? Алло. Алло. Да, да, Галин, здравствуйте. Меня тоже Галина зовут, я тезка ваша. Фамилия у меня Логинова. Я вам звонила из компании Арифлэм по одному неординарному вопросику. Есть ли я, Минута? Я просто хотела уточнить вам, карта дисконтная открылась. Будете пользоваться со скидкой 20%? Нет? Хорошо, спасибо, что перезвонили. До свидания. Е-е-е-е-с, десятый звонок. Девочки, полчаса, с учетом того, что с одной я разговаривала 13 минут. Из них почти все это отказы, но зато у нас получился с вами супер тренинг по работе с возражениями. Заметьте, что нет, бывают разные. Кто-то отказался резко, да, и скинул трубку. Кто-то, в принципе, нормально поговорил, но вот просто не пользуется. Ну, а вот это вот Вик, с которым мы беседовали 13 минут, по-моему, это клондайк для меня лично, потому что это знакомство можно развивать дальше и вывести на хорошие доходы этого человека, который, в принципе, думаю, что шестью детьми деньги нужны, просто она еще пока не нашла своего лидера, за которым она пойдет в Арифлэм. Пусть это буду я. Так что спасибо за то, что вы посмотрели этот ролик, ставьте лайки в классике, да, в это видео. Сейчас оно полетит в YouTube. Вот, и вдохновляйтесь на прозвонку. Реально полчаса на 10 звонков – это правда жизни. Полчаса вы можете потратить на абсолютно разные вещи, на абсолютно разные дела. Потратьте их, пожалуйста, на ваше будущее, на то, чтобы быть успешными лидерами компании Арифлэм. Так что я со своими цветочками прощаюсь с вами. До свидания. И я пошла украшать мир дальше. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok